так тема сегодняшнего занятия это дискретная непрерывность рассмотрим эту тему на примере задачи значит несколько целых чисел выписали в ряд так что любые два соседних числа отличаются не более чем на единицу более того первое число отрицательно а последнее положительно докажите что среди этих чисел есть число 0 то есть что имеется ввиду то есть числа вот так расположен в порядке возрастания причем здесь у нас например минус 10 а тут плюс 10 но от каждого числа к следующему можно переходить только на единицу то есть минус 9 понятное дело что где-то мы пройдем ноль вот этот такой простой принцип демонстрирует нам метод дискретной непрерывности то есть какие-то числа есть и мы переходим одного к другому то есть есть процесс причем все время количество чисел увеличивается на единицу вот давайте рассмотрим другие задачи и так следующая задачка значит после первого тайма футбольного матча счет был 01 а закончилась игра со счетом 54 докажите что в какой-то момент матча счет был ничейным значит давайте рассмотрим процесс да что забиваются голы и рассмотрим такую величину как s которая равна количеству забитых минус количество пропущенных голов то есть в начале с первое сколько у нас получается забили мы сколько 0 а пропустили мы один то есть получается минус 1 с конечная сколько получается 5 мы забили и 4 мы пропустили получается плюс 1 понятно что когда мы забиваем мяч у нас разность вот это вот с количества забитых минус количество пропущенных меняется только на единицу либо плюс 1 либо минус 1 и мы понимаем что в начале у нас было минус 1 а потом стало плюс 1 значит в какой-то момент мы прошли величину 0 0 для нас означает что если с 0 то количество забитых как раз равняется количеству пропущенных то есть это есть ничья еще раз объясняю что мы вводим величину плюс у нас есть процесс это ведь на все время уме увеличивается причем на дискретную величину равную единице то есть она не может скакнуть и поэтому какой-то момент с примет 0 соответственно обозначается в данной задачи это ничья так следующий задачка на плоскости отмечен 10 тысяч точек докажите что найдется не проходящее через эти точки прямая по одну сторону которой лежит ровно 2010 отмеченных точек значит нарисуем какие-то точки вот есть эти точки все соединим попарными прямыми всевозможными как это можно да то есть вот так соединим возьмем пример самую крайнюю что количество точек конечно самую крайнюю точку возьмем и проведем через нее прямую которая не параллельно ни одной из получившихся прямых это можно сделать потому что количество прямых у нас которые проходят через точку бесконечная через 10 тысяч точек количество прямых будет конечным проводим эту прямую и потом начинаем двигать ее влево и смотрим в начале у нас с одной стороны лежит 10 тысяч точек когда эта прямая сдвинется полностью влево вот такой вот вариант будет то справа от нее будет же 10 тысяч точек обратим внимание что поскольку наша прямая не параллельно ни одной из этих прямых то когда она будет проходить через точку потом будет точка справа и остальные точки слева то есть не будет так что прямая сразу одновременно проходит через две точки потому что мы провели такую прямую которая не параллельно никаким соответственно в начале было 0 потом станет 10 тысяч и количество точек может прибавляться только на единицу на 2 не может на 3 не может соответственно будет какой-то момент когда будет 2010 точек то есть мы момент можем сказать что точно вот таким процессом будет но как это вот именно сделать мы не знаем да то есть но мы можем сказать что он будет точно и вот если таким построением то мы сможем его найти следующая задача на дискретную непрерывность такая на четверо отложено 50 белых и 50 черных шариков самый левый самый правый шарики белые докажите что можно отсчитать несколько но не все шариков начинают слева вот так что среди них окажется поровну черных и белых значит смотрим самый левый самый правый шарики белые то есть у нас белый и в конце тоже белый а тут могут лежать какие-то белые могут быть черные да то есть мы не знаем как-то не держат но как тут они лежат вот так и вот начинаю смотреть с левого конца рассмотрим также величину s опять посмотрим которая равняется количеству белых минус количество черных шаров значит в начале мы но мы знаем что самый левый это белый то есть если мы белый пройдем и мы смотрим налево вот сюда сколько тут то есть тут с 1 будет равняться понятное дело это 1 минус 0 будет значит плюс 1 потому что мы тут находимся дальше мы ведем например сюда просто на этом рисунке с 2 будет равняться 2 минус 0 будет плюс 2 то есть она меняется да причем но а с последняя конечная когда вот мы здесь находимся у нас 40 49 белых и 50 черных то есть 49 минус 50 получается минус 1 то есть мы видим что величина с она меняется и колеблется на плюс минус 1 после каждого хода причем изначально у нас с было так плюс 1 а потом станет минус 1 понятное дело что она 0 пройдет 0 для нас означает что если 0 то черных равно количеству белых слева то есть мы вот так вот и выбрали то есть может где-то это здесь будет лично то есть мы организуем процесс 1 процесс величина с которая меняется дискретно то есть на плюс минус 1 но она всегда меняется да либо она может не меняться но тут если не меняется три белых черный там будет время меняться вот и получается что какой-то момент с будет 0 соответственно шарики черных шарики черные будут равны количеству белых слева ну и напоследок такая задача значит в 54 году стокгольме проходила чемпионат мира по хоккею шайбы на нем впервые сыграла сборная ссср сенсона стала чемпионом мира финальный матч против команды канады завершился со счетом 72 докажите что во время матча был момент когда количество шайб забитых канадскими хоккеистами равнялось количество шайб которая стала забит советским то есть то есть то есть момент когда количество забитых шайб забитых канадскими равнялся количеству шайб которая стала забить советским то есть канада забила а советские еще не забили значит ну вначале счет у нас 00 так а потом счет 72 давайте посмотрим все в различные счета напишу например 3 так 30 например 2141 вот такие например да варианты 00 значит сколько надо количеству забить так тут у нас будет советские тут канада значит советскому тут надо забить 7 осталось советским забить а канада забила 0 так у нас да не подходит а сейчас советским сколько надо забить еще до 7 понятное дело 4 канад забила ноль следующий момент советским надо забить 5 а канад забила 1 так количество шайб забитых канадскими хоккеистами равняется количество шайб забитых следующие у нас советским надо забить 3 а канада забила 1 вот так видно такие моменты значит рассмотрим величину с которая равняется как раз